Так, вообще-то жизнь в городе, она ведет к каким-то сиборитским делам, а с возрастом она вообще становится невыносимой, потому что в городе по сути делать-то нефиг нормальному человеку, ну что тут можно делать? Ну хорошо, кто работает? Да, работники, которые работу работают, им, конечно, особо некогда задумываться над смыслом жизни и всем таким другим, но вот если работы особой нету, тогда это становится причем. Особенно с возрастом начинает занимать все эти проблемы, а для чего собственно, и особенно когда у тебя возникают проблемы, например, со здоровьем. Что такое? Что-то тебе не понравилось тут. Вот у нас тут второй каналчик организовался. Беларусь, деревня-город, или город-деревня, я не помню, там где-то написано. Там вот я тоже уже снимаю другим телефоном, более совершенным. Не знаю, правда, есть ли там какая-то разница, дожди. Но вот есть еще один такой канал, кому интересно, можете зайти. Так, гости у нас. Здрасте. Все. Дружба Фройншот. Встретились. Две веревочные. Вот это да. Вот энергия. Вот это энергия. Да, вот так вот порезвиться, конечно, прикольно. Никого пошли. Вот, а завтра нам предстоит одна суровая операция. Не знаю, насколько она суровая. Говорят, что гарантия стопопроцентная. Что вроде как... Вроде как операция отработанная, но все равно паскудная на душе. И вот... Ладно. Может, если все пройдет успешно, завтра расскажу тогда. Если все глаза на месте остаются. Ты вот смотришь так вот вокруг. Вот так. Когда видишь хорошо, тогда тебе кажется, что ничего не может помешать видеть хорошо. Когда ходишь на двух ногах, никогда не думаешь, что... А бывают варианты. Вот. Поэтому всем крепкого здоровья. Сегодня у нас крещение. Такой праздник. И вот. Короче говоря, давайте будем ценить то, что у нас есть. И радоваться тому, что у нас есть. Я так говорю, проповедник начал. Ай. Всем удачи. Конечно, и планов громадью. И куча всяких интересных дел. И в деревню хочется, потому что там много чего делать надо. Это интересно. Но, блин. Иногда понимаешь, что здоровье тоже надо поправить слегка. Вот такие вот пироги с котятами. А кажется, что вроде как ничего. Вроде все нормально. Ничего не предвещает ничего. А вот тут вдруг... Оказывается, какие-то нюансы. Ну ладно, завтра. Если что. Если все пойдет нормально, завтра скажу.